Привет, друзья! Меня зовут Костя Айти. Я специально для вас записываю очередной видео-урок на тему «Как играть в транспорте Конда Люкс». Сейчас мне предстоит реальная игра, реальная 70-минутная игра с соперниками. Первым делом обязательно ставьте пароль. Это просто грозит какой-нибудь неожиданной встречей с одним из своих конкурентов в лице вашей компании. И дальше я смотрю, что тут происходит. Год 64-й, 4 года от начала игры прошло, но карту уже всю застроили, игроки здесь активные. Я где-то в левой части нахожу свободную площадь небольшую, где можно развернуться. Вот он, желтый, белый, лидирует. В общем-то, они молодцы. И что мы тут видим? Видим много ферм. Ферма хорошо видна по полям. Я неожиданно для себя нахожу, что от одной фермы прямая дорожка. Можно легко построить по прямой, потом подключить еще ферму. Это будет все достаточно просто. И за счет большого объема это все быстро купится. Итак, пять леточек на вагоны. Смотрим. Ой, что-то не стыкуется. Надо достроить еще платформу. Достраиваем, потому что прямая дорога, она позволяет разогнаться составу и получать большие прибыли. Маленький экран. Я специально сделал маленький, чтобы было видно на видеозаписи ну, как можно больше, как можно четче все это дело. На самом деле, если экран больше, то встроить дорогу гораздо проще. Я недолго думаю, встрою платформу по прямой, чтобы составы ходили быстрее. Все-таки первый состав, он самый важный. в некотором роде. Он позволяет вам взять такой старт. Чем лучше вы его создадите, тем быстрый, более быстрый старт. Потому что деньги заканчиваются, которые можно занять, а взять их потом неоткуда. Если не будет прибыли с первого состава, то это все надолго может затянуться. Ваш взлет. Светофоры я оставлю обязательно. Выбираю сразу новый тип. Ну, он никаких недостатков, в общем-то, в себе не сулит, если составов не очень много. Ну, для меня это как раз подходит. На данный момент самый быстрый это флосс. Ну, пусть будет он. Электрифицированные дороги еще не выпустили. И по соотношению зерна и скота все-таки три вагончика с зерном надо бы построить. Сразу же делаю дубль и пускаю. Клон. Делаю клон. Вот он чуть отмотал. Я вот моменты паузы буду не очень отматывать. 72 минут уложил в пять. Вот он, я нашел отличное место, в котором куча разных предприятий. Все в одном месте, все рядышком. Можно сэкономить на платформах, на путях. Надо только подключить вот сюда. К нашему центру сбыта. Проще всего организовать рядышком платформу. Еще точно такую же. Чем мы, собственно, и занимаемся. Я подгоняю так, чтобы платформа охватывала все предприятия. По тому, что у нас отправляется, можем это проверить. Все хорошо. Поезд принес нам прибыль. Все довольны. Я в том числе немножко сравниваю дорожку, чтобы рельсы были ровненько, красивенько. Это делать совершенно верно на первом этапе. Это даже нежелательно. Поля, конечно же, нам мешают. Они очень дорого стоят. Устройка на них рельс. Что мы видим? Мы чуть-чуть оторвались от полного нуля. Сейчас мы уже где-то еле-еле отрываемся от земли. Это хорошо. Соперники, в общем-то, тоже не дремлят. Они развиваются. Хотя, не всегда правильно. Кто-то постоянно присоединяется к игре. Я замкнул, наконец-то, новую дорожку. Светофоры. Это тоже очень важно. Ну, когда дорога замкнута, дальше уже все довольно просто. Хватило денег на поезд. Там позволили занять еще 50 тысяч. Что позволило нам еще больше ускориться и поставить поезд чуть-чуть пораньше. Как раз-таки денег почти не осталось. Вот он, белый, взлетел снова. Нас обогнал сыний. Ну, ничего удивительного. Новый паровозик успел отдать в прибыли. Это позволило нам построить еще один паровозик. И вот тут вот я предпринимаю некий маневр. Хочу соединить два пути между собой. И сделать так, чтобы они не мешали друг другу. Чтобы состав могли проехать с одной стороны на другую. Не мешая. И принимаю решение, наверное, не лучшее для себя. Построить платформу со сталелитейным заводом. Наверное, это было небольшой ошибочкой. Но все-таки мне это что-то дало. Я нагородил трассы как попало. В общем-то, не особо долго думая. Ну, и подключаю туда поезд. Сразу два. Уже такие денежки от привезенных составиков пошли. И можем уже немножко развернуться. Я нахожу отличное место недалеко от дороги, куда можно провозить уголь. Это хорошо. Потому что угля у нас достаточно много. И делаю обычный перекресток. Клавишей Х я убираю видимость. И это позволяет мне быстрее и правильнее находить дороги. Там была пауза. Пауза в этой игре часто, потому что кто-то постоянно соединяется. Вот на наше развитие. Находим ту ферму, которую так давно мечтали подключиться. Синий всех обогнал. Мы уже где-то в самом низу. Мы уже отрываемся. Я жду, пока дал деньги, чтобы я построил еще один угольный состав. В общем-то, все отлично. Деньги есть. Строим новую ферму. Большую по объему. Подключаем. Кто-то вновь подключается. Кто-то постоянно там подключается. Немножечко мешает, но в целом оно не сильно отрывает от игры. Все-таки сервер такой, когда народ есть, обычно ломятся все. Вот она жестокая конкуренция. Вот мы уже где-то сразу идем за лидерами на четвертом месте. Снова кто-то подключается. Выходит электровоз. Это очень важное событие. И мы наконец-то можем проводить сталь. Пусть ехать недалеко, но фишка тут немножко в другом. Фишка в том, чтобы увеличить просто объемы. У меня застревает вдруг поезд. Это неожиданно прерывает. Но исправить ситуацию несложно. Надо лишь позволить ему выехать на другие платформы. Глава, чтобы другие составы не мешали. Все. Мы легко возвращаем. Как он застрял, не представляю. Конкуренция большущая. Белый идет вперед. Страсти накаляются. Вот тут еще один момент интересный. При помощи зажатой клавиши «Контур» я могу объединить несколько платформ в одну. То есть я могу пристроить другую платформу, рядом стоящую, и назвать ее одним именем. Я это делаю просто, чтобы увеличить объем. Подключаю все фермы, что есть в округе. Пусть они не самые прибыльные, пусть они там не очень выгодны, но за счет того объема, который они будут привозить, это мне впоследствии сыграет хорошую роль. Вдруг я замечаю, что некто фиолетовый раз в пять всех обогнал. Это очень такой момент. Вот у него составик едет. Не представляю, как он зарабатывал сразу такие деньги. Даже не стал разбираться. Просто построил для себя точку, куда можно отвозить товары. А товаров у нас довольно-таки много, потому что мы все сгружаем на одну платформу. И у нас есть два пути, которые мы подстраховали заранее. Вот примерно по прямой, по очень хорошей прямой дорожке, все у нас пойдет. Вот момент сравнять был не очень удачным, потому что это впоследствии не пригодилось. Ну, дорога строится, дело движется, деньги уже есть. Можно не особо экономить, прибыли большие, но и не стоит транжириться. Вот тут какой-то глюк я заметил, бак. Так, вдруг сверху дома в городе взлетели. Не знаю, как это произошло. Видим, я сменил динамит на понижение земли. Ставлю старый тип светофоров. Наверное, это небольшая ошибка. Новый все-таки немножко эффективнее, но... И... Собственно, перевозки начинаются. Сразу строю два состава. И вы увидите, сколько сейчас, как за один момент, просто увеличить свою прибыль раза в два или в три. Ничего, ну, не особо заморачиваясь, просто копируя составы. Сейчас вот мы наблюдаем за фиолетом. Он все еще наверху. Он молодец. Вот на поезд, на платформу приехало два состава, и там товаров больше, чем нужно 500. Просто вот за одну секунду. Это позволит построить электровозы, которые вышли. Они не быстрее, они просто мощнее. Быстрее разгоняются. Ну, и тоже позволяет увеличить прибыль. Вот я делаю автозамену. Очень полезная вещь. Позволяет не париться с заменой составов. Что мы видим на прибыли? Мы уже догоняем фиолетом. Вот он, как увеличил прибыль. Он построил самолеты. На самолетах можно очень хорошо зарабатывать. И этим воспользовался наш игрок. Сейчас я покажу, как тоже некоторые моменты. Просто пристраиваю к аэропорту небольшие участки железных дорог. Это позволяет охватить весь город и не прятаться на снесение города, на его разрушение. И строю в другом популярном самом городе еще один аэропорт. Вот тут фишка. Надо сравнять землю. Я ровняю. И городские власти говорят, нельзя. Как нам помочь в ситуации? Надо посадить деревья. Деревья. Городские власти очень любят деревья. Мы им сажаем много деревьев. Они просто рады, в восторге прыгают. И позволяют нам построить тот самый аэропорт. Дальше дело техники. Достраиваем еще железнодорожные полотна. Смотрим, смотрим, смотрим. Мы уже где-то сравнялись. Где-то мы уже в лидерах. Ну, в общем-то, по сути, мы уже вышли на тот самый уровень, когда мы уже стабильно получаем прибыль. вот они мы на первом месте. Фиолетовый чуть-чуть упал. Мы чуть-чуть подросли. Дальше это все будет только более стабилизироваться. Вот такая игра получилась. еще пара слов по поводу воздушного транспорта. Это в некоторой степени является таким читерским способом заработка денег, потому что построить два аэропорта никакой трудности не составляет. И связать их с самолетами в самых крупных городах тоже. Не ходите по этому пути. На некоторых серверах это запрещается, но не на всех. Просто оно как-то немножечко баланс нарушает. Можно было развиваться дальше, но для первого ввода этого достаточно. Спасибо вам за внимание. Специально для goodgame.database.ru